Всем привет! Это Кисловодск. Мы гуляем в парке и идем в направлении долины Рос. Вы на канале Антонина Абрамкина. Сейчас парк покажу. Вот так можно путешествовать здесь. На транспорте. Просматривается гора. Кипарисы. На улице жарко стало. Красные грибы. Тысяча метров. Храм Воздуха. Каскадная дорога. Долина Рос. Сто метров. Ресторан Храм Воздуха. Продолжение следует. Пять. Продолжение следует. Смотрите, какие аллеи тут красивые. Так далеко просматривается. Пешком точно не нагуляешься. Вот я пробежалась туда-сюда. И вот долина роз мы пришли. Ну розы, конечно, не цветут 4 марта. Вот такой парк. Парк показываю. Собачки вон на солнце греются. Идти далеко от каскадной лестницы. Ну вот она, долина роз. Вот так выглядит. Тенечек, может, покажу. Вот так, наверное, лучше будет видно. Вот скамейки. Отдых, розы. Там вдалеке что-то желтенькое цветет. Беседка, но это очень далеко. Я уже не дойду туда. Уже устала. Ну, если кому интересно, немного расскажу про сегодняшний день. 4 марта. Сейчас тенек выберу. Вот. И буду про парк просматривать и рассказывать. Сегодня 4 марта. Планета Марс переходит... Перешел уже. Воздушный знак близнецам. Марс это движение, а близнецы это воздух. И воздух ускоряет движение Марса. О чем это говорит? Близнецы у нас находятся в узле будущего. И вот эта команда, Марс и узел будущего в близнецах, они, конечно, ускоряют и продвигают наши цели и желания. Наши намерения, я бы так сказала. Вот такой сегодня день. Он и завтра, и послезавтра будет двигаться, потому что Марс будет долго находиться в близнецах. С 4 марта и где-то до 23 апреля. Почти два месяца будет находиться в близнецах. Так что не упустите этот момент, чтобы какие-то действия произвести, чтобы что-то делать, чтобы ваши желания исполнились, а не говорить, что это исполнилось, это не исполнилось. Как будете продвигать свои цели и желания? Планета только нам помогает в том, что мы хотим продвинуть. Вот. И сегодня, с сегодняшнего дня, это март-апрель, то можно уже как-то действовать. сегодня луна будет находиться, сейчас пройдут туристы, луна в соединении с планетой Прозерпина. Прозерпина приближает нам наше будущее, и они в хорошем аспекте сегодня с Венерой, с Нептуном. Венера, Нептун, Солнце, все они сейчас находятся в знаке рыбы. А Нептун это наши цели и желания. И те, кто хочет как-то чтобы Вселенная услышала вас, то, конечно, надо обращаться, так как Нептун это у нас молитва, просьбы свои молитвами озвучить, аффирмациями озвучить, и Нептун будет помогать. Солнце будет прояснять, проявлять и Венера, планета большого счастья, маленького счастья и большого счастья, можно так, и любви, финансового благополучия. И также вот эта команда в хорошем аспекте с Ураном сегодня. Уран планета неожиданностей. И Уран тоже находится в знаке телец, и там долго еще будет находиться, почти пять лет будет, наверное, находиться. И это тоже как раз они в соединении с Венерой, то это могут быть случайные знакомства, случайные какие-то сюжеты в жизни. То есть что-то, какая-то случайность может помочь вам. Обратите внимание вот эти два месяца. Какие-то случайности абсолютно неожиданным образом могут помочь или проявиться в вашей жизни, что изменит, судьбоносными могут быть, изменить вашу жизнь смогут. ну, то есть у нас цели и желания у всех разные, и как те, кто у меня спрашивает, а для какого возраста мои прогнозы или еще что-то советы. Да нету возраста. У нас биологический возраст у всех разный. Люди и в 50 лет выглядят не внешне, а внутри моложе, чем тех, кому 25 лет. Поэтому нет возраста на земле. Это все состояние души и состояние вашего настроения, скажем вот так. Поэтому все зависит от вас. Если вы себя считаете способным каким-то движением, то он обязательно исполнится, потому что по мере вашего настроения у нас и цели. Но паспорт не заглядывайте и не надо отталкиваться на паспортный возраст. Ну вот я вам сегодня специально показываю это Кисловодск, Долина Рос. Видите, отдыхающих много, на улице тепло. И мы тоже пришли, гуляем в парке. Очень довольны, что мы здесь оказались. Вот сюда хочу пройти, навстречу солнцу будет. Очень красиво. Ну здесь, конечно, очень красиво будет летом. Правильно? Когда? черная птичка какая-то с желтым клемм. Я не знаю, что это. Но это не скворец. Я уже видела вчера такую птичку. Хочу камеру отсвечивать, наверное. На солнце выхожу. Гуляем. Ощущение так, как здесь сосны и запах такой хвойный. Прям приятно гулять в парке. Но идти очень далеко. Мы по каскадным лестницам поднялись и парк очень красивый. Ну вот я вам рассказала про сегодняшний день и к чему и как нас продвигает наша планета. Так что если вы поняли о чем я говорю и о каких движениях, то март-апрель не упустите, действуйте, как-то мечтайте, просите, определитесь конкретно на целях и желаниях и пусть ваши желания исполнятся. А я пойду дальше. Сейчас выберу здесь путь свой и пойдем и дальше по парку гулять. Так что всем приятного просмотра. До новых праздника Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Прогреется на солнце... Красные валуны, красные камни... Красный значок сейчас будет... Мы уже впереди каскадная лестница... Если кому интересно, каскадная лестница я 16 января снимала видео... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... к символу орла продвигаемся на вершине на красных камнях сидит орел символ кисловодска пятигорска минеральных вод что он побеждает змею змея это болезнь человеческий это я там на видео когда пятигорска снимаю показывают я там прорвала легенду эту рассказываю ну вот я пробежалась по верхней террасе парка достопримечательность фактически показала и направление долины роз я вам показал ну все пока